Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях руководитель клиники доктора Шумакова Анатолий Шумаков. Анатолий Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Анатолий Викторович, вот я уже в самом начале сказала, что вы руководитель клиники. Чем занимается ваша клиника и сколько ей лет? Ну, год основания клиники – это 2000-й, когда мы первый раз получили лицензию на медицинскую деятельность. Вот с этого года у нас и существует клиника, то есть уже 2018 год. Специализируемся мы в основном на лечении заболеваний, связанных с позвоночником. То есть это вертоброневрология, это лечение межпозвонковых грыж, это лечение головных болей, потому что они часто бывают как раз-таки из-за проблем в шее. Это лечение буквально от детей с раннего возраста, потому что какие-то проблемы с позвоночником, они закладываются уже буквально внутриутробно. И еще как бы основная такая деятельность – это работа с суставами. У кого-то болит плечо, не поднимается, у кого-то колени не двигаются, у кого-то тазобедренный сустав, у кого-то мелкие суставы. Со всем этим мы работаем. Вот вы уже сказали о том, что к вам можно обращаться и маленьким детям. То есть я так понимаю, что с грудничками вы тоже работаете? Да, это один из таких больших разделов мануальной терапии, а именно этим, это основное, чем мы занимаемся, это мануальная терапия. К нам приносят детей, приносят, не приводят детей с месячного возраста. Есть дети, которые плохо спят. Есть дети, которые постоянно немотивированно плачут. Да, вот я как раз хотела спросить, а как вот узнать, что нужно к вам прийти с маленьким грудным ребенком? Когда ребенок вот как раз таки немотивированно себя как-то ведет. Ты вроде его укачиваешь, он вроде и сытый, но видно, что его что-то беспокоит. И ты видишь, что его беспокоит головная боль из-за внутричерепного давления. Потом часто есть такие симптомы, ребенок только в одну сторону голову поворачивает, а в другую плохо. Значит, у него есть проблема в шейных позвонках. Или, например, несимметричная форма черепа. То есть череп вытянут вверх, или одна сторона головы немножко вдавлена, а другая расширена. Это вот все наши пациенты, которые впоследствии дают какую-то клинику, если с этим не заниматься. То есть, например, приходит ребенок, пошел в первый класс, головные боли. Начинаешь смотреть, спрашивать анамнез, как все было. Оказывается, там, ребенок там целый год орал. Плакал, плакал, и не знали из-за чего. Потом это как-то скомпенсировалось. Но ребенку трудно учиться в школе. Он подвижный, он неусидчивый, он не может быстро схватывать материал, как остальные дети. И это все вот наши пациенты. Ну, да, есть же такое традиционное мнение, что позвоночник, спина начинают болеть в пожилом возрасте. Но оказывается, все-таки нечто подобное можно диагностировать и в подростковом возрасте. Конечно. Боль, это, ну, как говорили врачи древности, это сторожевой пёс здоровью. Многие бы не обращались, если бы не испытывали боль. И на самом деле к ней нужно относиться, ну, хорошо. Потому что она нам сигнализирует, что что-то не в порядке. Давай-ка иди и что-то как-то решай эту проблему. У детей немножко по-другому. Он, конечно же, нам сигнализирует. Иногда видишь грудного ребёнка и видишь, что у него и голова болит, и живот сдут, и живот болит. И почему-то некоторые педиатры этого не замечают и с этим не работают. А с этим можно поработать. Вот. Уже в каком-то более старшем возрасте дети начинают жаловаться. Да? Они жалуются на головные боли. Они приходят со школы сразу же ложатся спать. Они никакие... Усталости. Да, у них... Искривление позвоночника. У них искривление позвоночника. У них плохие оценки. Потому что ребёнок смотрит в книгу и не понимает, что там написано. Не из-за того, что он ленивый. А из-за того, что у него обеднено кровоснабжение головного мозга. А обеднено оно опять-таки из-за проблем в шейном отделе позвоночника. И ты начинаешь работать с такими детьми и видишь, как они меняются. Как у них улучшается успеваемость. Как они становятся более концентрированы. Лучше воспринимают материал. И те, кто у нас когда-то пролечили своего первого ребёнка. Они там помучились, походили. Вот они сразу же приносят второго, как только он родился. Ну да. Чтобы ребёнок был здоровым и самим, скажем так, избавиться от этих хлопот в будущем. Ну вот мы говорим о грудничках, о подростках. О людях молодого, среднего возраста. Пожилые к вам приходят. С какими проблемами? И что вы лечите с взрослыми людьми уже? Ну вот если мы когда начинали в 2000-х годах, пожилых было значительно меньше, чем сейчас. Во-первых, сейчас качество жизни улучшилось. И люди хотят не просто доживать свой какой-то возраст, а хотят, чтобы ничего их не беспокоило. И современная медицина это даёт сделать. Ну вот я скажу, например, по моей практике, у нас у каждого, в клинике у нас работает много врачей. У каждого своя практика. У меня где-то процентов 30 это люди после 60. 79 лет сейчас лечится женщина, да. Мужчина лечится, вот у него будет юбилей 70 лет. Ну то есть это вот такой костяк людей. Кто-то лечится, не может плечо поднять, да, вот свежих. У кого-то головные боли и давление. Это тоже очень хорошо коррегируется с помощью мануальной терапии. У кого-то головокружение. У кого-то, вот сейчас была пациентка, ей была назначена операция на... по замене коленных суставов, но её не взяли из-за того, что у неё повышенный вес. Да, ей сказали похудеть. Но мы помассировали ноги, подвигали суставы коленей, и боль отпустила, и она не хочет уже дальше оперироваться. Ну, не хочет оперироваться. В принципе, с моей точки зрения, ей пока ещё рано. Вот, и она говорит, ну, наверное, я не худела из-за того, что организм боялся, что его противировать. Такой очень веселый, интересный случай. Ну, я так у нас с лишним весом вы тоже работаете. Конечно. Помогаете людям. Да, да. С лишним весом, с нарушениями обмена веществ сейчас даже приходят дети. Что самое интересное. Да, мы их так называем дети Макдональдса, да, когда у них буквально с детства нарушен обмен веществ. Есть такой раздел мануальной терапии, как висцеральная терапия, когда производится глубокий массаж внутренних органов. восстанавливается работа кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. И это улучшает их работу. И, во-первых, человек уже не хочет столько кушать, сколько он привык большими порциями кушать. У него лучше усваивается. Ведь важно не то, например, сколько это съел, а как у тебя работают органы для того, чтобы это дело переварить и выбросить из нашего организма. Это очень важно. И в этом у нас уже большой опыт. Вот вы говорите про большой опыт, и наверняка вашу клинику знают в других регионах России. Конечно, конечно. К нам, ну, вот лично в моей практике, да, я уж здесь говорю, больше 30% это приезжие. То есть люди приезжают из Липецка, из Калуги. Ну, Москва, Питер, мы уже, это уже как... Постоянные клиенты. Домой ездят, да. Из Карала, Казань, все, что вот рядышком, оно все приезжает. В это лето очень много было иностранцев. Это из Лондона, из Швейцарии, из Франции. Люди узнают про клинику, они рассказывают другому. Потому что те методы лечения, которые мы применяем, они разработаны в течение многих лет. Я мануальной терапией занимаюсь с 92-го года. Вот, все, что нового, все, что интересного, то, что работает, мы используем. Да, мы используем не только ручные методики лечения, у нас много профессионального оборудования для лечения позвоночника. У нас только вытяжек 4 вида. Это и сухие вытяжки, это и подводное вытяжение позвоночника и суставов. То есть мы используем оборудование, которое, можно сказать, уникальное, которое даже специализированные центры нашей республики не используют. И мало того, у нас еще накоплен большой опыт, потому что с такой патологией нужно такую вытяжку, с другой патологией нужно другую. И это еще идет в комплексе с ручными методами лечения и позволяет достигнуть таких очень интересных, уникальных результатов. Потому что человек приезжает, например, с большой грыжей 10 мм, ему проводится несколько курсов лечения. И у него была до этого назначена операция. Через какое-то время он привозит томограммы с этими грыжами повторные. И мы видим, что грыжа уменьшилась до 5 мм, например. То есть это реальный случай, который у нас буквально каждый месяц происходит. Спасибо большое, Анатолий Викторович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был руководитель клиники доктора Шумакова Анатолий Шумаков. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.